Мы в этом месяце говорим на такую тему, у нас целый цикл проповедей, на тему большие уроки от самых маленьких. У нас уже было несколько собраний на эту тему, и в начале каждого собрания я показываю какой-то небольшой видеоролик о маленьких животных. И сегодня давайте посмотрим еще один небольшой ролик, а потом продолжим проповедь. Голодный паук. Оса его пища. Но паук повернулся спиной. Оказалось бы, должен напасть. Ведь он же хищник. Так, ясно. Оса становится пищей только в сетях. Паук реагирует лишь на их колебания. А если мы испортим сети? С потолка на тысячу паутин опущены тысячи ниток. Пауки должны погибнуть? Или придумать что-то? Ушли. Покинули сети. Пауки не сомневались. Но не все. А только 800 из тысячи. Сто девяносто четыре паука ликвидировали аварию. Обгрызли паутину вокруг нити. И она свободно повисла, не касаясь сетей, не мешая охоте. Любопытно. Да, ну а шесть пауков, как поступили они? Смотали ниточки и прочно приклеили их к потолку. Вот как это было. Это инстинкт. Но ведь он, кажется, должен быть одинаков у всех пауков. А так поступили только шесть. Вот небольшой ролик, где показано, что, в принципе, жизнь пауков заключена в той паутине, да? Вот в этой большой-большой сетке, которую они создают. Потому что без этой сетки они даже питаться не могут. Пока оса не попадет в паутину, пауку есть нечего. То есть для него, в принципе, вот эта паутина – это сфера его жизни, сфера его благословения. И вот ученые стали создавать этому пауку проблемы, трудности. Взяли и стали опускать сверху много нитей, которые коснулись паутины. То есть произошло то, что к паутине паука стали прикрепляться другие нитки. Из-за этого информация от паутины стала снижаться. То есть эти искусственные нитки, которые добавили ученые, лишило паутину информативности. То есть информативности для паука. То есть он не понимал, где муха, где нитка. То есть они как бы перебили ему вот эту паутину. Испортили ему паутину. И видели в конце, ученые говорили, по идее, все пауки, если они развиваются как-то благодаря инстинктам, должны были на эту проблему отреагировать одинаково. Однако эти пауки среагировали по-разному. И в этом фильме вы видите три группы пауков, которые отреагировали по-разному. Я когда посмотрел этот небольшой ролик, тут же вспомнил одну знаменитую историю из Ветхого Завета. И давайте откроем вместе с вами книгу судей. Потому что вот эта история, она так соответствует тому, что было показано в этом коротком фильме, что, как говорится, неспроста. И вот судей шестая глава. Тяжела была рука мадянитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от мадянитян ущелье в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадянитяне и амаликитяне и жители Востока и ходят у них. И стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой газы и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и шатрами своими приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа. И ходили по земле Израилевы, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадянитян. И возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу, нам, мадянитян, 11 стих. Пришел ангел Господень и сел в офре под дубом, продлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачили, чтобы скрыться от мадянитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все его чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадянитян? Господь воззрел на него и сказал, иди с этой силой твоею и спаси Израиля от руки мадянитян. Я посылаю тебя. Видите, как в этом фильме было показано, что в жизнь пауков пришли проблемы, которые лишали их питания, лишали их жизни, потому что без нормально функционирующей паутины паук не может жить, он обречен на голодную смерть, да? Точно так же пришли мадянитяне и стали истреблять все там, пастбище и прочее, прочее у Израиля. Так что Израиль начал голодать. То есть жизнь народа оказалась в опасности. И вот в это время Бог призывает человека, которого зовут Гидеон, Бог нашел самого смелого, самого сильного, который как раз в этот момент прятался. Вот, и иногда, вы знаете, иногда Бог обращается к нам, и человек прячется где-то, да? Человек таится к отмадянитям, приходит ангел Господень и говорит, Господь с тобой муж сильный. Вы знаете, очень важно, когда мы смотрим на ближнего, когда мы смотрим друг на друга, видеть не просто, кем мы сейчас являемся, а видеть тех, кем мы можем быть. Потому что когда ты обращаешься с человеком, исходя из того, кем он может быть, кем он может стать, то вот само это отношение побуждает нас расти, развиваться, чтобы вот хорошие слова, которые о нас говорят, стали бы реальностью, а не просто хорошими словами. И Бог сам это делает, Бог сам это практикует. И поэтому он обращается к человеку, который прячется от мадянитян такими словами, «Господь с тобой муж сильный». На что Гедеон отвечает, ну, если Господь с нами, то почему нас все это постигло, да? И вот смотрите, Бог ему говорит, пойди с этой силой твоей и спаси Израиля. То есть даже когда нам кажется, да, что проблема такая большая, что мы ничего сделать не можем, Библия тем не менее говорит, что Бог никогда не допускает испытания сверх сил. Но наша греховная плоть так устроена, что мы проблемы-то всегда видим, а силу часто не замечаем. Мы не видим силу. Нам кажется, что нет силы, беда больше, чем наши возможности, проблема больше, чем наши ресурсы. Мы не видим силу, мы не видим решения, мы видим большую проблему. Но Бог касается наших сердец. Любая проблема, даже если эта проблема большая, и она кажется тебе больше всех твоих возможностей, ты должен знать, Бог бы не допустил эту проблему до твоей жизни, если бы она была больше твоих возможностей. Все, с чем ты сталкиваешься в своей жизни, абсолютно все, все сложности, все трудности, все проблемы, и дома, и на работе, и там в церкви, и в общественном транспорте, и где бы ты ни оказался, абсолютно все проблемы, ты способен решить и способен преодолеть, иначе ты бы с ними не столкнулся. И вот смотрите, иди с этой силой твоей. Дальше, уже в седьмой главе книги Судей, первый стих. И вот Гедеон встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма моря в долине. И сказал Господь Гедеону, народа с тобой слишком много, не могу предать мадянитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, проразгласив слух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч остались. Вы знаете, иногда у Бога есть странная причина, почему Он не может действовать в нашей жизни или в жизни народа. Какая причина? Слишком вас много. И вы знаете, очень часто вот эта большая проблема, кажется, в смысле, чем больше армии, тем, наоборот, больше шансов на победу. Нет, порой, чем больше народа, тем меньше шансов на победу. Слишком, слишком много. Я неоднократно убеждался, когда, вы знаете, когда народа слишком много, да, когда делаются там какие-то объявления в церкви, да, вот, предположим, там нужны братья для службы порядка, там или нужны добровольцы, которые бы помогали организовывать там рождественские елки. То есть, разные объявления. То, когда церковь большая, человек сидит и думает, ну, в принципе, да, служение важное, дело хорошее, ну, как-то я немножко занят там, слишком, может быть, не могу в эти дни я ничего сделать, да. Но у нас много кто-нибудь, да, откликнется, кто-нибудь, да, пойдет, кто-нибудь, да, начнет, кто-нибудь, да, станет служить, станет жертвовать, станет помогать, но только не я. И получается, вроде бы, людей слишком много, да, людей много, но никто не идет. Нам кажется, вот, что, ну, народу слишком много, как в советское время было, да, когда принадлежит всем, значит, это ничье, да, кто отвечает, все отвечают, значит, никто не отвечает, да, у семьи нянек, дитя без глаза. То есть, ну, так же бывает слишком много народа, много народа, и, как бы, человек думает, а что я могу, а что от меня зависит. И ты, как бы, чувствуешь себя такой маленькой пылинкой, от которой ничего не зависит, поэтому нечего там рыпаться, нечего куда-то стремиться, нечего что-то пытаться делать, потому что, ну, наверное, найдутся кто-то и посильнее, и поспособнее, и поталантливее. Поэтому ты, как бы, себя автоматически исключаешь из этого числа. Так вот, драгоценные, так важно, независимо от размера церкви, независимо от того, сколько нас много, слышать голос Божий не просто там к соседу или к какому-то ближнему своему, слышать призыв Господа, который обращен конкретно к тебе. Когда ты слышишь какие-то призывы, когда ты слышишь обращения, когда ты слышишь о каких-то нуждах, воспринимай это как слово от Бога лично для тебя. И вот видим, в этой ситуации народу слишком много, и начался первый тест. И Бог сказал, тот, кто боязлив, робок, пусть возвращается назад. И вернулось 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Первый тест, тест на страх. И, к сожалению, людей, которые, встречаясь с проблемой, сразу внутренне капитулируют большинство. Мы видим в этом фильме, что 800 пауков из тысячи, то есть подавляющее большинство, оставила паутина и ушли. То есть возникает проблема, люди просто уходят. Точно так же мы видим здесь, да, большая часть ушла. Ну, капитулируют перед сложностями. Я посмотрел само слово проблема. Я не знал, что, оказывается, оно, это греческое слово, и дословно означает преграда, трудность. То есть проблема, это не то, что призвано нас, как бы, подавить или сломать. Это некая преграда. И когда мы верим в Господа, мы понимаем, что ничего в нашей жизни не возникает случайно. И если Бог допускает до нас какие-то определенные сложности и проблемы, значит, это необходимо, нужно для нас. Я вам хочу одну цитату прочитать американского писателя Теодора Рубина. Так вот, однажды он написал такую вещь. Проблема не в том, что существуют проблемы. Проблема – это рассчитывать на то, что проблем не будет. И думать, что проблемы – это проблема. То есть, иными словами, писатель пишет, что проблемы – не проблема. Проблема – это когда ты считаешь, что проблем быть не должно. И возникает вопрос, а с какой стати ты вбил в себе в голову, что в твоей жизни не должно быть проблем? Или, если мы говорим о христианах, с какой стати ты решил, что ты, придя к Господу и уверовав в Иисуса Христа, должен быть избавлен от большинства проблем? Почему? Где в Библии мы такое видим? Нигде не видим. Но нам так кажется. Нам кажется, что если мы с Богом, в нашей жизни не должно быть никаких сложностей, не должно быть никаких трудностей, не должно быть никаких проблем. Хотя в действительности ведь в проблемах заложены не просто там преграда, а есть возможность. То есть, если ты видишь преграду, значит, ты как бы получаешь некий вызов преодолеть преграду, перепрыгнуть эту преграду. Это вызов для тебя. Это возможность для роста. Это возможность для развития. Вы знаете, это очень важно, когда мы сталкиваемся с трудностями и сложностями. Первая реакция нашей плоти – это паниковать. Ой, страшно, страшно. Не могу, не могу. Все надо оставить и бежать. И люди сталкиваются часто с проблемами. Сколько я видел таких семей, которые приходят в церковь, да, там молодые люди, решаются денить свои жизни, женятся. Потом в своей семейной жизни сталкиваются с проблемами. Первая реакция – не тот человек. надо разводиться, надо бежать друг от друга, найти более подходящего. Трудности в семье – надо разводиться. Трудности в церкви, в служении – надо бежать, искать другую церковь. Трудности на работе – надо бежать. Вот это первая реакция нашей плоти. О, паника, паника, паника. И ты думаешь, ты найдешь какого-то человека, в отношении, с которым у тебя не будет проблем? Таких людей не существует. Даже если такой человек есть, то ты уже для него будешь проблемой с таким своим мышлением. Неужели ты думаешь, есть какие-то церкви, где все классно, идеально и нет проблем? Нет, таких церквей не существует. Есть одна, но она на небесах уже. Верующие святые, ушедшие в Царство Небесное. Хочешь быть частью церкви без проблем? Молись о скорейшей смерти. Другого выхода нет. Неужели ты думаешь, есть какая-то проблема, какая-то работа, где нет проблем? Да всегда там, где работают, там проблемы возникают. У нас есть проблемы с некоторыми людьми, которые приходят в церковь, и они думают, что если я буду в церкви служить, в церкви работать, вот это идеально, так хорошо на собраниях, а буду служить, вообще классно будет. Они начинают работать в церкви, столько проблем на них сваливаются. Они думают, как так? В миру были проблемы, когда работал, в церкви работают тоже проблемы. А зачем ты нужен тогда, если у нас бы проблем не было? Ты для того и служишь, чтобы решать проблемы. Вы поймите, любая работа, она для того, потому и работа, потому и зарплату за нее платят, что это связано с решением каких-то проблем. Нет проблем, зачем тебя брать такого красивого? Ты работаешь, ты зарплату получаешь. Для чего? Для решения определенных проблем. Поэтому не нужно быть, как вот это большинство пауков, 800 из тысячи, бежим скорее, убегаем. Или 22 тысячи из 30 тысяч тоже убежали. Испугались проблем всевозможных, испугались сложностей всевозможных. Хотя ты должен увидеть в проблеме некую возможность. Когда видишь проблему, видь в ней возможность для роста, для развития. Благодаря Богу, любая проблема может стать благословением в твоей жизни. Я помню, когда мой друг, пастор из Алматы, Максим Максимов, у них рядом со зданием был такой ангар, большой ангар, когда они купили землю, им этот уже ангар достался. И был такой ангар, он был не очень удобный, но вот был такой ангар. И они там пытались вот в этом таком, помните, еще в советское время такие полукруглые ангары были, да? Вот, какие-то там служения делать, телеканал СНЛ там тоже было. Ну, там было очень плохо, там было как-то неудобно. Пока однажды в одну ночь в этом ангаре не случился пожар. Я помню, когда Максим писал, говорит, Виктор, у нас пожар. Я говорю, что там сгорело? Там здание, что ли? Он говорит, нет, здание не сгорело. Но вот этот ангар, где у нас там телеканал СНЛ был, там служение, детское служение, он горит. Так загорелся, что когда потушили все, там, ну, пепелище осталось. Ну, просто вот пепелище. И вот, знаете, когда сталкиваешься с такой проблемой, можно думать, да, вот проблема, так проблема. Раньше у нас было плохое, может быть, не очень подходящее помещение для детского, для воскресной школы, для детского служения, а теперь уже и никакого нет. Раньше хоть что-то было, а теперь вообще ничего. Только вот это обгорелые балки, пепел черный. И вот, и когда я смотрел вот эти кадры после пожара, ну, никакому восстановлению не подлежит это все. Вот можно сталкиваться с этой проблемой и думать, ну вот, Господи, для Тебя старался, трудился, воскресную школу открывал, детскую работу, а тебе это все не надо. Телеканал думали, чтобы Евангелие твое, не мое проповедовать. А тебе это все не надо, оказалось. Ты он не уберег нас от пожара. И очень большое количество людей, сталкиваясь с проблемой, разочаровываются. Ну, что Бог, тебе не надо, и мне не надо, ты не хочешь, я тебе тоже служить не буду. Люди часто сталкиваются с проблемой, бросают и уходят. Все оставляют. Не понимая, что не только благословение, но и проблемы в нашей жизни приходят от Господа. Он их допускает, хотя некоторым христианам это не нравится. Они все готовы на дьявола спихнуть. Но мы знаем, что и дьявол, да, на основании книги Иова, он ничего не делает, что ему не позволит делать Господь. Значит, и это тоже в его великих божественных планах. Мы часто не понимаем, даже, может быть, дьявол до конца не понимает, но Бог-то ведь знает все. И когда вот приходят такие сложности, приходят какие-то проблемы, приходят какие-то трудности, вот можно разочаровываться, можно причитать, можно отчаяться, можно, как многие, разочароваться. А я-то думал, начну служить Господу, у меня все как по маслу, а тут еще хуже, чем было даже. Но Максим увидел в этой проблеме возможность. И он тогда сделал такую вещь, может быть, кто-то помнит, да? Они сказали тогда, говорят, смотрите, что произошло. У нас телеканал СНЛ под угрозой, детская работа нету. И вот, говорят, вот такая ситуация. И тогда христиане со всего мира, говорящие по-русскому, конечно же, с разных стран бывшего Советского Союза, увидели это и стали посылать свои пожертвования для восстановления. И они через некоторое время на месте этого старого, неудобного ангара построили классное здание, которое даже лучше, чем то, где у них проходит благослужение. И я помню, когда я уже был в этом новом здании, мы ходили по зданию, Максим говорит, знаешь, когда случился пожар, у меня такое, говорит, отчаяние было. Я думал, ну все, мы из последних сил тут вещаем, христианское телевидение, проводим работу. У нас и так вот все тютелька в тютельку, а тут такие расходы. Мы ничего не можем сделать. И тут еще этот ангар сгорает. Он говорит, но вдруг, говорит, на месте этой проблемы появилось такое благословение, что мы, говорит, при всем, говорит, нашем желании никогда бы не смогли это сами сделать. Потому что, говорит, нам этот ангар даже снести бы не разрешили. Там он по каким-то конструкциям. Он говорит, поэтому, говорит, я сейчас смотрю, так эта проблема, это как будто Бог все подстроил. Нам этот ангар не снести, не разрешили бы, чтобы на его месте что-то новое построить. Да и сносить ангар, это тоже денег определенных стоит. А Бог так устроил, все это так сгорело? А пожар, он такое впечатление на людей производит, что когда ты видишь погорельцев, тебе невольно помочь хочется. Если, например, обращается пастор и говорит, мы хотим построить новое здание для христианской школы и для телевидения, помогите. Ну, кто поможет? А когда сгорело, ты думаешь, надо помочь. И Максим говорит, у нас, говорит, сначала у меня было такое отчаяние, прошло время, я думаю, Господь, как здорово ты все устроил. Слава тебе за тот пожар. Потому что это так, там даже Максима стали некоторые обвинять, говорит, наверное, сам специально поджег, чтобы вызвать жалость у христиан, чтобы ему пожертвования стали пересылать. Всегда находятся такие люди, которые везде видят тайный заговор. Ну, так вот все произошло. То есть, понимаете, вот ситуация. И точно так же, когда мы сталкиваемся со сложностями, с трудностями, с какими-то преградами, значит, такое отчаяние приходит в жизнь. Кажется, что, Господи, что же делать-то мне? И 800 пауков тут же бежит. Посмотри на ближнего, он не из тех ли пауков, кто бежит? Вы знаете, в нашей жизни, сколько раз я в своей жизни, в своем служении убеждался, возникают проблемы. Так тяжело, просто руки опускаются. Но когда ты берешь себя в руки, опустившиеся свои, ты думаешь, нет, будем что-то делать, то ты вдруг замечаешь, что то, что тебе казалось проблемой, на самом деле, это был часто пинок от Господа, чтобы ты шевелился. Когда, помните, мы собирались на Селькоровской. Вначале было так хорошо. У нас там вообще была, нам дали бесплатную аренду, потому что мы там восстановили здание. Помните, мы когда приехали, мы восстанавливали здание. Когда мы приехали, там здание было, одни стены. Мы стали работать, мы стали восстанавливать. Прошло несколько лет, администрация города посмотрела, как в том мультике. Посмотрел старик на корову свою, такая скотина нужна самому. Такое хорошее здание, мы им за бесплатно даем. А сделаем-ка мы им аренду. И сделали нам аренду. И там, помню, аренду назначили, да? Что-то 200 тысяч рублей, что ли? Ну, это была такая аренда. Конечно, когда бесплатно, а потом аренда уже как-то тяжеловата, ну, это были так, для нас подъемные, скажем так, деньги. Ну, и мы стали платить аренду. Но не смотрят. Мы аренду платим. Они нам ее в два раза увеличили. Потом еще увеличили. И мы смотрим, они постоянно нам стали увеличивать аренду. Когда аренда дошла до 600 с лишним тысяч в месяц, мы поняли, что дальше мы не можем тут собираться, потому что, если мы будем жить при такой аренде, то мы должны будем деньги, которые мы копим на свое здание, отдавать за эту аренду. А это неразумно. И я помню, вот, когда ко мне пришла Наташа с бухгалтерами, говорит, пастор, вот такое, 600 с лишним тысяч каждый месяц. Я вот так вот сижу и думаю, господи, мы и так собираемся на самой окраине города. Ну, и отсюда нас хотят выжить. И тут всякие организации появились, которые захотели, там и местная милиция говорит, нам дайте это здание, там какие-то пожарники, МЧС, мы все захотели это здание. И нам администрация говорит, ну, знаете что, тут столько претензий на ваше здание, столько претендентов прямо, все хотят быть в этом здании, поэтому такое хорошее здание, мы не можем его вам так задешево, мы вам такую цену сделали. И я помню, сижу, и вот что делать? Что делать? Такая проблема. И всегда, знаешь, хочешь думаешь, господи, вот я старался, я вот делаю, что могу, стараюсь ты, не стараешься. Мы тут и молимся, и жертвуем, мы из последних сил, а ты нам, мы на свое здание купим, а ты нам за аренду повышаешь. Как мы купим здание? А на самом-то деле драгоценные, если бы у нас там была маленькая аренда, или бесплатно, мы бы там до сих пор бы сидели. Вы понимаете? До сих пор бы там сидели. Далековато, зато дешево. Но когда стало дороговато, что уже невозможно, то мы поняли, нужно что-то искать еще. И это заставило нас шевелиться. И тогда у нас вся административная команда, они только и делали, что ездили по городу, высматривали здание, узнавали, кто владелец, узнавали, не продается. Тогда помните, в церкви я постоянно делала объявления, если увидите какие-то ангары, здания, заброшенные там, какие-то ДХ, рядом с вашим, может быть, домом, где-то в районах, хоть где-то, приходите и давайте нам всю информацию. Помните, да? Мы об этом говорили. То есть мы начали искать, потому что там находиться было невозможно. Почему? Проблема. И именно благодаря этому мы, наконец, вышли сначала на одно здание, через него мы вышли на это здание. И сегодня мы находимся здесь. Благодаря возникшей проблеме. Не было бы проблемы, сидели бы там до сих пор. Я понимаю, спустя годы приятно с улыбкой вспоминать о прошлых проблемах, которые заставили тебя что-то делать. Но когда ситуация, много лет назад ты в проблеме, и ты же не знаешь, что у тебя будет в будущем, ты словно в неизвестности, то есть тебе известна только одна вещь, проблема. И приходит такое отчаяние внутрь. И можно, знаете, плохо, 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 плохо. Как некоторые христиане бегают, плохо, 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 плохо. И о своих проблемах всем рассказывать, и я всем расскажу о своих проблемах. Бог тебе дает проблему, не чтобы ты о ней всем рассказывал. Бог дает тебе проблему, чтобы дать тебе возможность в жизни совершить то, чего ты еще никогда не совершал раньше. У меня в жизни много примеров на этот счет. Когда у нас здание вот это было, да? Сколько у нас там, вроде бы было благословений, но потом начались проблемы, и Бог нам дал что-то больше. Когда я помню, мы собираемся купить уже здание, у нас уже было несколько зданий на примете, да? И вроде бы подходящие помещения были. Но денег не хватало. Денег не хватало, и нам нужна была какая-то сумма, да? И как? Как быть? Как быть? И мы думали, что вот российские банки не спонсировали, и до сих пор не спонсируют протестантские церкви. Мы приходили, и они говорили, а мы понятия не имеем, как вести бизнес дела с протестантскими церквами. У вас какой доход? Мы говорим, пожертвования людей. Может, вам кто-то помогает? Говорит, нет, пожертвования людей. Он говорит, а как их можно учитывать? Я говорю, нет. Он говорит, ну, мы не знаем, какой у вас доход, мы вам деньги не можем дать. И тогда я подумал, ну, они не понимают, но на Западе банки хорошо знают евангельские протестантские церкви. Они помогут. Даже более того, у них проценты ведь меньше, чем у российских банков. Я помню, был в Америке, и обращался там, помогите нам, у вас же там небольшие проценты, дайте наши церкви, мы вам вернем. В Германии был, там есть специальный такой, Evangelical Bank, который как раз помогает церквам, в том числе с приобретением здания. И мне в этом Evangelical Bank сказали, что, пастор, ну, мы не работаем с российскими церквами. И я помню, пришел, думаю, у нас большая часть суммы есть, но нам никто не помогает. Проблема. Так сильно огорчился. Я даже помню один, даже раз, когда я приехал с Америки, и мне сказали, Виктор, мы поможем, поможем. Я приехал, и мне никто не помог. Он говорит, дадим вам кредит, вы возьмете, а кредит не получился. И даже один друг, пастор, сказал, Виктор, я сам не знаю почему, все вроде бы должно было получиться. Я уже договорился с некоторыми христианскими банкирами в Америке, а как-то вот и не получилось ничего. Я приехал домой, думаю, вот тебе и христианские банкиры, о деньгах только думают своих. И я так огорчился. Когда, знаете, когда проблема, ты приходишь, и тебе кажется, что даже не то, что банкиры плохие, а Бог плохой. Почему Бог их не побуждает? Почему Бог там не побудил? Ему же вот так вот коснуться. Он же сердце фараона коснулся. Ну, чтобы он этого, директора Евангелия Калбанка, не коснулся, он бы нам дал деньги. Что вот так вот? Мы будем потом отдали. Я потом огорчился. И через некоторое время у нас здесь возникла возможность приобрести здание церкви, и нам один из наших банков, Екатеринбургских, помог. Конечно, там процент был больше, но тем не менее. И буквально в этом же году, как мы купили здание церкви, это был 2014 год, доллар и евро к концу года стоили в два раза больше. И если бы мы взяли кредит в долларах или в евро, мы бы сегодня с вами в такую долговую яму упали. То есть, поймите, тогда я думал, что Бог закрывает меня от благословения, а Бог нас от смерти закрывал на самом деле. Хотя в тот момент я думал, почему нам никто не помогает, что же мы в такой проблеме находимся. Бог создал это. Потому что у него были другие пути. Потому что я ведь не знал, что к концу года валюта вырастет в два раза. И поскольку мы взяли бы в валюте, то мы должны были бы в два раза больше отдавать, чем взяли, понимаете? А Бог-то знал об этом. И Бог нас уберегал. Хотя, признаюсь, бывали моменты, когда, знаешь, вот сидишь и в таком отчаянии сидишь, вот просто вот сидишь вот во все двери, в которые ты мог, постучался, и никто тебе не открыл. И ты сидишь и думаешь, ну да, Господь, я бегаю, стучу везде, ты обещаешь стучить, и отворят вам, но что-то никто не открыл, Господь. Я все сделал, а за тобой как-то недоделка осталась. Приходят такие моменты, когда хочется все оставить, хочется все бросить. Но запомните, нельзя сдаваться. Нельзя быть, как вот эти 800 пауков, которые капитулируют. капитулируют. Поэтому смотрите, прежде всего, что сделал Господь, боящихся, хоть их было большинство, ушли. Потому что, вообще-то, знаете, страх, это заразная болезнь. Окажешься среди паникеров, через некоторое время сам начнешь паниковать. Так происходит всегда. Поэтому Бог избавляет человека прежде всего от боящихся. Сначала Он тебя избавит от боящихся. Чтобы они не заражали тебя. Худые сообщества развращают добрые нравы. Затем Бог начнет работать с твоим характером. Потому что, может быть, ты скажешь, Виктор, ну, может, ты хорошо говоришь, но я по натуре пугливый человек. Так вот, специально в этой истории лидер народа был не Самсон и даже не Давид. А кто? Гедеон. Человек, который сам был полон страха и когда Бог его нашел, он там прятался от мадьянитян. То есть, ты должен понимать, если у тебя есть боязливость в характере, это не твоя судьба, это характер, а характер может меняться. Бог работает с тобой, Бог работает с твоим характером. Сначала пугаешься сильно, потом уже пугаешься не очень сильно, а потом вообще не боишься. характер, это то, что воспитывается. Это не данность, которую мы получили отныне и вовеки. Нет. Это то, что может меняться в течение нашей жизни. Причем, как в худшую сторону, так и в лучшую сторону. От нас зависит. Либо ты будешь все более и более боящимся, каждый раз, убегая от проблем, либо внутри тебя будет формироваться смелость, но эта смелость будет основана не на твоей плоти, а на вере в Господа, как у Гедеона. Потому что он помнил, откуда Бог его извлек, где Бог его нашел. И он понимал, что да, сила, с которой он действует, это сила Божья, а не сила его плоти. Дальше, смотрите. Седьмая глава книги Судей, четвертый стих. И вот второй тест. И сказал Господь Гедеону, то есть там из 32 тысяч осталось только 10 тысяч, да? Одна треть. Но Господь сказал, все еще много народа. И тест номер два. Веди их к воде. Там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Также и тех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону, тремя стами лакавших, я спасу вас и предам мадянитян в руки ваши. А весь народ пусть идет. Каждый в свое место. Вы видели в этом фильме из тысячи пауков 800, когда появилась проблема с паутиной, убежали. Первый тест, тест на боязнь, на страх. Но из оставшихся 200 пауков 194 паука, то есть подавляющее большинство, взяли и там, где были нити опущены в паутину, они вокруг обгрызли, так, чтобы как бы нити, опущенные с потолка, не касались паутины. И поэтому получилось то, что площадь паутины стала меньше, за счет того, что они отгрызли чай, чтобы нити не касались. То есть площадь стала меньше, но паутина осталась рабочей. И вот в этой истории, когда из 10 тысяч 9700 наклонились и пили воду, лакая языком, да, как собака. Нет, наклонились и пили с колен, написано. А 300 человек они брали и пили как языком, как собака. То есть смотрите, иногда мы не понимаем, что такое настоящее смирение. Нам кажется, смиренный человек, это человек такой, ну такой пришибленный, что ли, немножко такой, который не разговаривает вообще, вот такой какой-то робкий, что ли. Но смирение пред Богом и смирение пред жизненными ситуациями это совершенно разные вещи. Очень часто смирение пред Богом означает противостать определенным жизненным ситуациям и проблемам. А люди часто это не понимают. Смиряются перед жизненными ситуациями, как вот эти люди склоняются на колени преджизненными ситуациями, как вот эти пауки. Ну вот, нас осталось 200, да? Большая часть убежала. Что нам делать? Ну, сделаем поменьше нашу паутину. Часть обгрызем, уберем. Поэтому, конечно же, может быть, не поймается так много насекомых, как раньше, но жить можно. Как бы, они уменьшают площадь своей жизни, уменьшают сферы своих благословений. Но Бог драгоценный нас создал для движения, для роста, для развития. И когда ты сталкиваешься с проблемой, проблема должна перевести тебя на новый уровень при правильном отношении, а не уменьшить сферу твоих благословений. Потому что это неправильно. Знаете, я на всю жизнь запомнил один урок, который Господь как-то в свое время преподал мне много-много-много лет назад, когда мы впервые приобрели свою собственную квартиру. Мы долгое время арендовали разные квартиры в Екатеринбурге. И вот, наконец, мы купили свою квартиру, и там нужно было сделать очень большой ремонт, потому что состояние этой квартиры было не ахти какое. И мы убрали оттуда все. Вот эта старая канализация, старые ванны, старые вот эти раковины, унитазы, все убрали. Я помню, когда мы приехали в магазин, и я ходил в магазине, и я выбирал вот такую красивую сантехнику, красивую там ванну, красивые, красивые унитазы, все прочее, взяли красивые. Мы закупили и привезли. Тогда мы еще не жили в этой квартире, там просто были стройматериалы, и эта квартира ремонтировалась. И вот, я даже как-то помню на собрании в то время, много лет назад, эту историю вам рассказывал, когда так получилось, так получилось, что ночью залезли воры и украли эту сантехнику. Ванну они не утащили, сантехнику утащили, раковину, даже унитаз утащили. А я помню, как я выбирал тот унитаз. Вот так, что, вот мы решили взять, думаю, ну к нам же могут проповедники в гости прийти, там, иностранцы прийти, поэтому, ну такая должна быть сантехника, чтобы им, ну, чтобы нам достойно их встретить, чтобы не стыдно было. Я думал, дороговато, но ничего, Бог поможет. И я помню, мы купили хорошую сантехнику, хороший унитаз, и все это утащили. Мы переживали какое-то время, а потом вместе с женой поехали в магазин, ну, что делать, нужно что-то покупать. И жена мне говорит, ну, понимаешь, мы, конечно, тогда поднапряглись и купили то, что хотели, хорошее, но второй раз мы уже такое купить не сможем. Ну, не сможем мы еще раз купить вот такое же хорошее, что было, поэтому сейчас давай уж купим, ну, чтобы что-то хоть было. И мы ходили и взяли уже все дешевое, дешевую сантехнику, дешевую там раковину, дешевый унитаз, все взяли дешево. Извините, что такие вещи, но это жизнь. Я же не виноват, что у меня унитаз своровали, правильно? Это не специально. И вот все, мы пошли, нашли это, поставили на тележку, поехали расплачиваться. Я вот смотрю на это и говорю, Диана, говорю, пойми, мы не можем это купить, потому что каждый раз, когда я буду мыть руки в этой раковине, когда включать будут экраник, когда буду смывать вот эти бачок в унитазе, я буду помнить, что у меня должны были быть хорошие, но у меня плохое все, потому что... и я говорю, мне будет это уже раковина, не раковина, и сантехника, не сантехника, говорю. Она говорит, ну а что делать-то? Я тогда сказал, знаешь что, если мы согласимся сейчас на это, то мы пойдем с тобой по ступеньке ниже. Ну, жизнь такая, смиряться надо, склонимся на колени, будем как хуже есть, так и пить, а потом там еще что-то, еще смиримся, а потом еще смиримся. И вы знаете, часто в жизни есть вызовы, и эти вызовы пытаются часто вести нас ниже и ниже и ниже. Ну, хотели как лучше, да, хотели как-то наверх, но жизнь, ситуация заставила нас вот как-то идти ниже и ниже, ниже и ниже. И ведь ты-то и не виноват, ты хотел как лучше, но ситуация такая сложилась. Поэтому оставим сеть, но пусть она будет поменьше. Не такая большая. Может быть, столько мух и не поймаем, как могли бы, но хотя бы с голоду не умрем. Руки будут где помыть. Я тогда Диане сказал, Диана, сейчас все это я выложу, я возьму не хуже, чем было. Она говорит, а где? Я говорю, буду молиться, буду работать там, буду еще где-нибудь там ездить проповедовать, но я сделаю все, но я не хочу брать хуже, чем у нас было. И мы приняли такое решение, ну, я принял, она же согласилась, вот, мы приняли такое решение, и нас в действительности Господь благословил в короткие сроки, так что мы смогли за все это очень в ближайшее время рассчитаться. Ты скажешь, Виктор, в чем урок? Урок в том, что часто жизнь заставляет тебя идти все ниже и ниже и ниже. Жизнь такая, ситуации такие, обстоятельства такие, и если ты с этим согласишься, ну, ладно, тут обгрызем, тут обгрызем, тут поменьше, тут поменьше, ну, хоть что-то плохенькое, да свое. Вот когда ты принимаешь вот такую психологию, ты вот и будешь вот как вот эти 194 паука, их тоже, таких людей тоже большинство, не так, конечно, много, как боящихся, но тоже много, тоже много. Заметьте, драгоценное, когда мы начали служение, я в своей жизни поставил такие планки, каждый раз у нас должно быть все больше и больше. Когда мы первый наш зал арендовали, нас было 200, там был зал на 250 мест, это был малый зал дома техники, помните, да, еще некоторые, помните? И когда мы собирались на квартире, у нас была уже полная большая комната, столько людей, и мы арендовали здание, зал на 250 мест, и когда мы зашли в зал на 250 мест, то в квартире нас было много, а тут только два первых ряда заполнилось. Я еще все стоял и думал, мне внизу проповедовать или на сцену подняться. Я такой решил, нет, я поднимусь на сцену и буду говорить так, как будто зал полон. И может быть, вначале это было смешно, я говорю, народ божий, там два первых ряда сидит, но я вел себя так, как будто зал переполнен. Через некоторое время он наполнился, и мы тогда перешли в большой зал дома техники, он был в два раза больше, там было 500 мест, у нас вроде бы было битком уже в малом зале, перешли в большой зал, там всего половина зала была. Но мы продолжали, помните, даже вот в зале дома техники мы обращались к пустым местам, я говорю, возлагайте руки и молите, чтобы они были заполнены людьми. То есть, рост, развитие, движение. Когда заполнился дом техники, мы помните, одно время переехали, там было 500 мест, мы переехали, одно время собрания у нас были во дворце офицеров, помните, у нас было одно время, кто-то помнит еще во дворце офицеров? Там уже было 700 с лишним мест, еще больше, и мы там уже собирались. Потом, когда там наполнились, мы арендовали, что? ДК Лаврова, и там было в то время около 1000 с лишним мест уже, да? И там мы собирались, то смотрите, все больше и больше и больше и больше. Потом, когда вышла негласная, помните тогда, негласная команда, не давать новой жизни, никакие залы, когда, помните, мы уже Рождество провели первый раз во дворце спорта, помните, у нас было, когда мы Рождество в дворце спорта провели, да? Что-то новая жизнь быстро растет, и нас там негласная, всем директорам не сдавать им помещение. У нас не было здания, я тогда молился, думал, хорошо, нужно следующий шаг вперед делать, и если у нас не получается сделать следующий шаг вперед с точки зрения размера зала, тогда мы думаем, ну хорошо, тогда мы просто по воскресеньям арендовали, возьмем, может быть, что-то поменьше, зато это будет свое, и когда мы переехали на Селькоровскую, да, то там вроде бы и меньше был зал, да, то есть точнее, там было два зала, один над другим, помните, да, когда мы там собирались, но зато это было уже семь дней в неделю, 24 часа наше, и никакой вахтер, как в ДК Лаурова, не заходил в конце собрания, когда там мы молились, поклонялись, какой-нибудь вахтер заходит, ваше время истекло, вся благодать уходила, вот, там уже, помните, это было полностью наше, и когда мы переехали в свое здание, переехали в это большее помещение, мы ощущали, да, может быть, здание, и не так центрально, как ДК Лаурова, и не такое оно по размерам, зато оно полностью принадлежит нам, и мы можем там собираться, хоть, конечно, не мы владельцы, но мы распоряжались ими этим зданием полностью, и это тоже был шаг вперед, потом, когда прошло какое-то время, мы поняли, что все равно окраина, есть окраина, в городе машин все больше, пробки все сложнее становятся, людям добираться труднее, особенно в конце рабочего дня, и мы уже оттуда, да, молились, и Бог нам дал уже это помещение, то есть, когда я смотрю, каждый шаг в нашей церкви, это был шаг вперед, да, были сложности, да, всегда были трудности, да, всегда были проблемы, но важно внутри себя не соглашаться идти ниже и ниже, есть трудности, нужно идти выше, я думаю, все вы обратили внимание, спускаться по лестнице вниз намного проще, намного меньше сил нужно, чем подниматься по лестнице вверх, поэтому, когда возникают трудности, всегда искушение спускаться, всегда искушение, ну ладно, обгрызем, что делать, уменьшить площадь своего благословения, всегда есть искушение, но если мы не будем сдаваться, Бог из этой проблемы создаст нам великое благословение, и увидели в этом фильме из этих оставшихся двухсот паучков, шесть придумали сделать удивительную вещь, они не убежали, как боязливые, они не стали делать свою сеть меньше, обгрызая те места, где были с потолка учеными спущены нити, они наоборот взяли и эти нити стали сворачивать обратно к потолку, прикрепляя, освобождая свою паутину от этих ниточек, и полностью восстановили размер и площадь паутины. Шесть. Шесть из тысячи. Шесть из тысячи смогли пройти все экзамены. Точно так же в истории о Гедеоне триста человек из тридцати двух тысяч это тоже меньше одного процента. Как среди паучков ноль шесть процента всего смогли остаться до конца и сделать все, что нужно. Так и из армии Гедеона триста из тридцати двух тысяч, там где-то примерно ноль девять процентов остались. То есть таких всегда подавляющее большинство. Но от нас зависит будем ли мы среди этого подавляющего меньшинства или мы как большинство убежим согласимся на меньше и будем оправдывать себя, что жизнь такая время такое проблемы такие. И в самом конце я хочу открыть вместе с вами послание апостола Павла к римлянам восьмую главу. И прочитаем с двадцать восьмого стиха. притом знаем первая церковь это знала поэтому апостол Павел когда пишет им он ссылается на то что им уже должно быть известно к сожалению часто в наше время верующим это мало известно но это древняя важнейшая божественная истина притом знаем что любящим Бога призванным по Его извалению все содействует ко благу мы думаем что то ко благу содействует только хорошее Павел уже пишет все в том числе и проблемы да это сложно да это преграды да проблемы не позволяют тебе жить так как жил раньше что-то ты должен предпринять что-то ты должен изменить да внутреннее состояние бывает ужасным бывает отчаяние бывает когда сидишь и когда мы теряем то на чем долго трудились работали старались делали лучшее что могли и вдруг проблема сложность хочется все бросить и большинство так и делают 31 стих что же сказать на это если Бог за нас кто против нас апостол Павел побуждает нас с какой бы проблемой ты не столкнулся помни Бог за тебя ну как же проблемы сложности Бог все равно за тебя но как-то в моей жизни я не вижу выхода Бог все равно за тебя уповая не на свое понимание не на свои ответы не на свой разум на Бога уповая даже когда ты не знаешь не понимаешь не видишь выхода все равно уповая Он за тебя а если Он за тебя нет ни одной проблемы которая была бы какой-то нерешаемой тот который Сына Своего не пощадил но предал Его за всех нас как с Ним не даруют нам и всего риторический вопрос задает апостол Павел Он Сына Своего отдал неужели ты думаешь Он не поможет тебе ну я не вижу я не вижу все хуже только и хуже проблема все сложнее и сложнее ты пойми это все иллюзии как помните к нам в этом здании которое мы были на Селькоровской о тут все хотят заехать МЧС хочет заехать там суд какой-то Чкаловский хочет заехать там столько претендентов чтобы ты трепетал сегодня мы уже собираемся здесь четыре с половиной года уже а то здание стоит пустое никому оно не нужно было ты понимаешь это была вся иллюзия чтобы вызвать у нас дрожь мандраж дьявол часто нагнетает ситуацию ой смотри ой смотри прошло время ты видишь что химеры были придуманные но когда мы в проблеме нам это кажется очень все серьезно вот почему важно видеть не только проблемы не только сложности его видеть потому что если он за тебя кто против тебя если он дал сына своего за тебя как с ним с Иисусом Христом он не дарует тебе и всего победы над всеми твоими сложностями и проблемами кто отлучит нас кто отлучит нас от любви Божьей скорбь или теснота или гонение или голод или ногота или опасность или меч как написано за тебя умерщвляют нас всякий день считают нас за овец обреченных на заклание но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас ибо продолжает апостол Павел я уверен что ни смерть ни жизнь ни ангелы ни начало ни сила ни настоящее ни будущее ни высота ни глубина ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим и здесь апостол Павел показывает нам что на самом деле мы должны ценить мы думаем что нужно ценить вот какой-то вот созданный нами безопасный мирок а этот мирок часто разваливается проблемы приходят и то на что мы уповали разваливается и Павел говорит да против нас бывает выступают и скорбь и теснота и сложности и гонения и всевозможные проблемы но любящим Бога призванным по Его изволению все содействует ко благу поэтому храни любовь Божью вот это и самое важное самое ценное любовь как наше взаимоотношение с Господом Бог так возлюбил нас что отдал своего единородного сына отношение Бога к нам это любовь и мы призваны возлюбить Бога это самая первая заповедь подчеркнул Иисус всем сердцем всей душою всей крепостью всем разумением вот что главное если есть любовь то любящим Бога все содействует ко благу некоторые неправильно это место писания интерпретируют что в жизни людей все ко благу нет это неправда апостол Павел об этом не говорит он говорит любящим Бога призванным по его изволению все содействует ко благу то есть есть условия и самое важное чтобы мы были этими людьми любящими Бога и призванными по его изволению а эту любовь никто никогда у нас отнять не сможет ни как Павел говорит здесь ни жизнь ни смерть ни ангелы ни начало ни силы если ты сам от нее не откажешься если ты сам эту любовь не бросишь не оставишь у тебя никто ее не отберет поэтому цени любовь Божья цени отношения со Всевышним цени то что Бог за тебя Бог в твоем сердце Царство Божье внутри тебя есть поэтому у тебя есть все самое важное самое главное и ты с этой силой силой божественной любви все преодолеешь и все проблемы все сложности будут обращены не для твоего уничтожения или истребления а для твоего благословения в этих проблемах в этих сложностях в этих трудностях Бог заложил возможность для нас идти выше и дальше если мы будем любящими Бога живущими в Его призвании поэтому люби Его и верь что нет ничего что могло бы нас с тобой остановить ведь повторяя слова Павла если Бог за вас кто против вас к сожалению до конца выдержали экзамен из тысячи пауков 6 из 32 тысяч солдат армии Бедеона 300 их всегда меньшинство но они есть и весь вопрос в том будешь ли ты в этом числе будешь ли ты среди них и здесь вся загадка именно в этой любви если ты прибудешь в любви в отношениях со всемогущим Богом все обернется к благу страх уводит тебя от любви когда пораженчество смирение не перед Богом а перед ситуациями уведет тебя от этого но если ты будешь идти до конца ты сможешь быть в той победе которую даровал тебе Иисус Христос и ты получишь самое лучшее что приготовлено для нас с тобой небесами если да скажут давайте сейчас закроем глаза и склоним наши головы вы знаете я часто замечаю что вот в период смены лет когда старый год заканчивается новый год начинается Бог часто говорит какие-то вещи которые жизненно необходимы для нас в новом году будут какие-то ситуации в твоей жизни будут какие-то обстоятельства в твоей жизни через которые дьявол попытается сломить тебя ограничить тебя умолить тебя напугать тебя но победу в этой битве одерживают не самые смелые не самые сильные ведь Гедеон не был самым смелым эти 300 лакавших руки ведь не были самыми сильными но если ты не сдашься не поддашься панике страху смирению перед обстоятельствами ты увидишь как в твоей жизни Бог будет обращать все эти проблемы к твоему благу к твоему благословению причем так как ты бы не смог получить без этих проблем так что ты скажешь Боже спасибо тебе без проблем так нам не кажется когда мы в проблеме находимся но когда проходит время и мы не поддались проблеме мы смотрим назад и думаем слава Богу за то что эти проблемы были и побудили нас расти развиваться идти дальше идти выше и пускай новый 2019 год будет годом движения вперед развития вы слышите много негативных прогнозов будет плохо в экономике плохо жизнь будет хуже сложности будет больше вы поймите 800 из 1000 это паникеры эти паникеры забивают собой эфир поэтому я вам говорю не слушайте телевизор не смотрите не читайте эти СМИ большинство паникеры сложно трудно плохо паника 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 чтобы ты боялся так происходит но когда ты доверяешь не словам из средств массовой информации но словам из священного писания тогда у тебя не страх тогда тебе вера поднимается вера поднимается вера не уничтожает проблемы проблемы остаются вера тебя учит преодолевать проблемы вера не избавляет от проблем вера учит тебя использовать проблемы во благо всемогущий Господь я прошу коснись моих братьев и сестер мы не знаем Бог с чем нам придется столкнуться в 2019 году мы не знаем Господь что нас ожидает но мы знаем что любящим тебя призванным по твоему изволению все обернется ко благу ты все обратишь для нашего благословения и я молю мой Бог чтобы мы укреплялись укреплялись в вере укреплялись в служении тебе укреплялись Господь в уповании на тебя чтобы мы смотрели на все сложности на все трудности на все несчастья на всю боль с которой мы сталкиваемся как на божественную возможность стать лучше развиться подняться выше Господь потому что ты за нас и ничто не в силах нас остановить когда мы рука об руку идем с тобой по этой жизни ничто не может остановить тех кто уповает над тебя всем сердцем душою крепостью разумением ничто не может остановить любящих Бога стремящихся жить в божественном призвании я молю Бог формируй у нас правильное отношение к сложностям жизни к проблемам жизни дай нам мудрость этих шести паучков из тысячи по имя Иисуса Христа спасибо тебе за то что мы можем жить в любви с тобой и в любви друг с другом что мы не одни но у нас есть братья и сестры которые также могут поддержать укрепить помолиться когда нам трудно и тяжело давайте встанем сейчас я знаю что то о чем мы сегодня говорили это абсолютно необходимо для каждого из нас но я хочу сейчас особо помолиться если здесь есть кто-то кто вот именно сейчас находится вот в этой сложной ситуации как вот паучок с поврежденной паутиной когда та сфера через которую Бог действовал в твоей жизни благословлял тебя давал тебе питание как вот на какие-то сферы твоей жизни сильнейшие атаки чтобы разрушить напугать в крайнем случае ограничить тебя если вы именно в этот период своей жизни проходите через что-то подобное прямо сейчас поднимите свою руку поднимите не опускайте верующие если вы видите человека рядом с вами с поднятой рукой положите на него руку давайте будем молиться друг за друга потому что мы не одни мы часть семьи мы поддерживаем друг друга мы помогаем друг к другу молитва совершает чудеса спроси у этого человека в какой сфере проблема если это не нужно детали рассказывать если проблемы в семье скажите в семье сложности если проблемы на работе на работе сложности если проблемы там с родственниками там еще с кем-то скажите в общих чертах из какой сферы в данном случае у вас проблема и после этого давайте положим руки на наших братьев и сестер кому нужна сегодня наша духовная поддержка и помощь и будем молиться господь всемогущий я прошу через руки христиан коснись прямо сейчас наших братьев и сестер которые проходят через трудный тяжелый период своей жизни прямо сейчас господь коснись бог коснись господь чтобы божья внутри воспряла вера вера в то что если ты за нас кто против нас все эти сложности все эти трудности все эти проблемы не случайны но это не для того чтобы нас сломить это для того чтобы нам помочь для того чтобы нас благословить все это будет обращено к нашему благу это сложность для блага это проблема для блага эти трудности для блага эти всевозможные сложности это боль для блага потому что мы любим господа мы не оставим его мы не оставим призвание мы продолжим служить мы продолжим идти господь и мы увидим мой бог великую победу как увидела 300 воинов гедеона убегающую армию мадянитян как увидели 6 паучков что все будет восстановлено во имя иисуса христа благослови 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 господь благослови господь тех кто смотрит онлайн-трансляцию и также проходит сложный период я молю дух божий коснись их там где они находятся на полный укрепи пускай надежда загорится внутри пускай внутри уже будет победа когда у нас победа внутри то рано или поздно она будет и вокруг нас победа в сердце аллилуйя аллилуйя слава тебе нет а а